Сегодня повод у нас конфликт вокруг национального природного заповедника парка Дворичанский. В чем суть конфликта? Как он, ну какие перспективы его разрешения? Как вы это видите? Максим Высочин, исполняющий обязанности директора национального природного парка Дворичанский. Татьяна Атимасова, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии животных Харьковского университета имени Каразина. Сергей сегодня Быстров, командир 15-го запасного батальона ДУП «Правый сектор» и Олег Вяткин, представитель эко-группы «Печенеги». Олег, расскажите о сути и о том, что сейчас происходит вокруг парка. Ну, о сути. 1 апреля губернатор Харьковской области своим листом фактически принудил главу Дворичанская администрация отозвать согласование пободжения на должность директора национального парка на тот момент Максима Олеговича Высочина, которое уже было отправлено в министерство. То есть это пришла факсограмма, которая была чем-то указана отозвать. Вот. Фактически никаких объяснений причин этому не происходило, а все объяснения, которые выдвигает обл. администрация, это фактически домыслы. Причем домыслы, которые распространяет находящиеся рядом с парком охотничьего хозяйства дочерное приемство Бирюк. Вот. Но начать все-таки хотелось бы с того, что выяснить все-таки, что такое национальный парк, потому что, к сожалению, наша обл. администрация не понимает, и мы бы хотели разобраться для себя и для вас, что это такое, и я предлагаю, чтобы нам по этому поводу рассказала Татьяна Андреевна Акимасова, один из основателей и вообще инициаторов идеи создания этого парка, ну, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии и воздуха в университете по имени Карасима. Добрый день, Валя. Присутствующие так сложилось, что не довелось участвовать в создании проекта национального парка в личности. Это было еще в 2000 году, и практически в течение всех лет мы не столько, собственно, проект был сделан быстро, но мы не столько занимались исследованиями, сколько мы пробивали сопротивление чиновников, к сожалению, и на областном уровне тоже, которые не слишком понимали, что это был национальный парк. Для тех, что национальный парк – это одна из категорий природного природного природа, она законодательно закреплена. И это такое природное охранное учреждение, которое на настоящий момент является основной формой реальной охраны природных систем, хотя бы того, что у нас еще осталось. Национальный парк – это уникальный парк. В Украине больше такого типа сообществ, как миловые степи, которые охраняются в Буречной, больше нигде нет. И тем более их нет ни в одном из национальных фондах природного запретного фонда Украины. Развитие природного запретного фонда Украины – это государственная политика. Расширение природного запретного фонда до определенного процента территории, желательно на 15% территории Украины, но сейчас хотя бы до 5, тоже законодательно закреплено. То есть это государственная политика создания новых территорий. Когда мы проектировали этот национальный парк, нами были учтены все современные положения запретного дела, все теоретические выкладки, которые сделаны на сегодняшний день. И именно из этого мы исходили, когда мы планировали отведение определенных территорий в национальный парк. Только потом было выяснилось, что на некоторых из этих территорий существует, например, такое частное хозяйство, как Бельгут. Там конфликт состоит в том, что из 30 тысяч гектаров, которыми владеет Бельг, 516 гектаров попало в территорию национального парка. Причем попало без отведения земли. То есть там возможна хозяйственная деятельность. При соблюдении, конечно, всех природных храмов. И если бы эти нормы ДП и Бельг соблюдались, все бы было в порядке и никакого противостояния, мы бы, наверное, тут собирались бы более приятного. Вот эти 516 гектаров, которые, собственно, и привели к конфликту, которые для ДП и Бельг представляют очень большую ценность. Я так думаю, что для этой организации само существование национального парка является большой помехой. Потому что именно благодаря действиям сотрудников парка были выявлены целый ряд нарушений в любых странах законодательства, которые принимаются ДП. К сожалению, вывод этого участка из территории национального парка будет означать нарушение целостности природных систем. Мы делали парк, исходя, повторяю, из естественной границы ведущих ландшафтных линий. У нас есть проект расширения национального парка Горячанский. Опять же, сделан он, исходя из исключительно природных факторов, которые потом, как видите, сталкиваться с таким вот сложным фактором и социальным. Мы, в общем, надеемся, что данная песна филинция все-таки немножко поможет эту ситуацию нам решить. Татьяна, можно сразу уточнить хозяйственную деятельность? Вы сказали, Берюк могло бы вести. Какая хозяйственная деятельность? То есть в чем заключается? Подкормку копытных жильных. Но она тоже должна идти по правилам. Они эти правила нарушают. И об этом есть свидетельство. И об этом не один раз писалось. И подошлись докладные записки. И предупреждалось РДП Берюк на научно-техническом среде парка. Но, к сожалению, все это было оставлено без внимания. Кроме того, они там ведут охоту. Охота запрещена в всей территории Харьковской области. И вряд ли будет разрешена, пока известные события. Охота ведется. Более того, и доктор Модеку Берюк выпустила там 55 мусорных родин. Я не думаю, что они просто так выпустили. Они выпустили их с целью, опять же, продавать стрелочные карточки и развивать охоту. Мало того, что эти алиния могут не внести определенных исчерк ироны. Это еще просто незаконно. Это противоречит определенным трензаконом Украины у разных аспектов использования антибиотики. Ну, теперь хотелось бы перейти непосредственно к сути конфликта. Сегодня мы посетили начальника департамента экологии областной государственной администрации с попыткой как-то разрешить этот конфликт и, соответственно, пригласить его на пресс-конференцию. Как вы видите, никого без департамента экологии, но я, по крайней мере, не вижу. Если есть, отзовитесь. К сожалению, они пришли и достичь конфликта, но достичь разрешения конфликта никакого у нас не получилось. Основная причина в том, что, по словам начальника департамента, он ничего не знает о том, что происходит в парке, но при этом против действующего директора. Вот такая вот странная позиция. Ну, я думаю, что о проблеме непосредственно с назначением директора, с тем, что происходит в парке. Как обла администрация помогала парку за год осуществление, расскажет сам директор парка, на настоящий момент исполняющий обязанности директора парка Максима Николаевича Суча. Ну, мне сначала хотелось бы немножко добавить по поводу того определения, что такое вообще национальный природный парк с точки зрения законов, с точки зрения тех нормативных документов, которые есть. Прежде всего, это объект природно-забыдного пункта общегосударственного значения. И национальный природный парк – это также бюджетно-градоохранное икреационное культурно-просветительское научно-исследовательское учреждение, которое охраняется как национальное наследие, и в отношении которого снаградуется особый режим охраны, возобновления и использования. Основной целью создания парка было сохранение ценных природных территорий, которые имеют очень важное природоохранное значение. Ну, национальный парк Двуличанский, он такой же, как и 49 подобных национальных природных парков в Украине. Может быть, единственное отличие его в том, что он самый маленький национальный природный парк в Украине. И это учреждение очень молодое. Несмотря на то, что оно было создано в 2009 году, полноценно функционировали вместе со штатом сотрудников, оно начало только с февраля месяца 2012 года. Что касается как раз тех упоминаний, которые я увидел в прессе, в интернете, по поводу того, почему меня, скажем, как директора, я, в общем-то, некоторых людей я не устраивал. Прежде всего, значит, было интервью, которое у заместителя инфернатора, насколько я помню. Там были такие утверждения, что, значит, по поводу того, что... Ну, по поводу недостаточной компетентности. Да, значит, по поводу того, что я недостаточно компетентен в вопросах охраны окружающей природной среды, по поводу того, что, ну, в общем-то, есть претензии по поводу использования 1,8 миллиона гривен. Для меня, честно говоря, было очень удивительно, что вообще-то такая цифра нарисовалась, взялась в этих интервью. Дело в том, что на протяжении трех лет функционирования парка была освоена сумма около двух миллионов гривен, из которых порядка одного миллиона составляла заработная плата именно с одной парка. Значит, 412 тысяч шло на начисление, на заработную плату. Это обязательный платеж, который обратно возвращается в государственный бюджет. Оставшаяся сумма, которая из этой всей суммы, она уже была использована на содержание и развитие, то есть приобретении материалов, услуг, предметов полосрочного использования, коммунальные услуги, командировки, разработку проекта организации территории. Все средства использовались в соответствии с действующими нормами законодательства, потому что мы очень в этом отношении ограничены. Учреждения бюджетные. Для того, чтобы их использовать, необходимо сначала планировать. Планирование идет на нескольких этапах. Прежде всего, одним из основных документов для национального природного парка по планированию является план природоохранных мероприятий, который каждый год утверждается министерством экологии, департаментом заповедного отдела. Значит, Кашторес, который в обязательном порядке проходит утверждение Минприродой и министерством финансов. Только после этого деньги поступают на счета государственной казначейской службы. И все операции осуществляются только через государственную казначейскую службу. Поэтому, в общем, в полном объеме, естественно, всех этих денежных средств на функционирование, достойное функционирование парка, в общем-то, за все три года действительно не хватало. Также было заявление, что, значит, бездарное руководство директора привело к кредиторской задолженности. Ну, я, в общем-то, поднял все эти, ну, финансовые документы по этому поводу, могу, в общем-то, как бы заявить, что, действительно, да, кредиторская задолженность существует. То есть, государство в лице Национального парка еще должно деньги за канцелярские хозяйственные товары, полиграфические услуги, эта сумма составляет 5793 гривен, услуги почты, заправки картриджей, 2060 гривен, командировки сотрудников, достаточно большая статья, 10 тысяч гривен. И за разработку проекта организации, который уже выполнен, 72 570 гривен. Это и вся анонсирована через средства массовой информации, через прессу, огромная кредиторская задолженность. Учитывая то, что происходило в последнее время в стране, в бюджетной спире, для меня, в общем-то, ну, даже удивительно, что эта кредиторская задолженность такая маленькая. И сейчас уже идет ее погашение. То есть, государство рассчитывается с теми людьми, в которых приобретались данные товары. Второй важный момент, который был также озвучен в прессе, что якобы с приходом Высочина в парк начались нарушения, в частности, по земле. Это я, в общем-то, могу заявить то, что, по сути дела, Высочин пришел на гумное место, которое к тому моменту только называлось парком. До его прихода никто не осуществлял ни контроль, ни выявления нарушений. Парк существовал только на бумаге. Я пока что первый директор, который в этом национальном парке работал. Я его, по сути дела, создавал. Создавал администрацию парка. Формировал штат научных сотрудников, штат службы государственной охраны природно-забоевого фонда национального парка. Местное население при этом привыкло, как бы, жить по старинке, натуральным хозяйством, рыбалкой, охотой. Те ограничения, которые существовали на бумаге, они абсолютно на эти ограничения местное население не обращало внимания. Контроля за природно-охранным законодательством, земельным законодательством на данной территории никто не осуществлял. Хотя такие функции, в общем-то, возложены и на органы местного основного проблевания на государственные районы администрации. Как раз именно служба государственной охраны парка, которая состоит, к слову, из четырех человек, осуществляла контроль и выявление тех нарушений, которые были на достаточно большой территории. Территория, несмотря на то, что это маленький парк, она составляет три тысячи гектаров. Протяженность ее более двадцати километров, который рассекает русло реки Оскол. То есть, не имея ни транспортных средств, ни бензина на тот момент, охрана территории все равно осуществлялась. Естественно, такое количество людей, оно очень невелико для того, чтобы достойно охранять данную территорию. Были задействованы общественные организации, которые в этом отношении нам тоже, в общем-то, помогали. Все материалы по выявленным нарушениям земельного природа охранного законодательства, направлялись в соответствующие органы, в соответствии с действующими инструкциями службы государственной охраны национального природного парка. Если выявляется какое-то нарушение, которое квалифицируется как нарушение уголовного кодекса, национальный природный парк должен передать соответствующие документы до соответствующих органов. Нам и так, в общем-то, и делалось. Мы передавали материалы в экологическую инспекцию, в сельхозинспекцию, в природоохранную прокуратуру, в милицию. Кроме этого ставили в известность Министерство экологии и природных ресурсов Украины местную районную администрацию. Благодаря как раз работе парка были выявлены и привлечены к ответственности за нарушение административной ответственности нарушителя. Решения каких-то земельных споров за материалами национального природного парка выигрывались в суде. Был такой прецедент в 2012 году, когда была распахана часть территории парка без соответствующих документов, получив при этом разрешение на разработку технической документации от районной государственной администрации предприятия «ТОК Капитала», в результате которого мы внесем ущерб на сумму 1 миллион 600 с лишним тысяч рублей. По этому поводу была проинформирована природограммная прокуратура, экологическая инспекция, и в ходе достаточно длительных разбирательств в 2013 году состоялся суд, который, в общем-то, был выигран на всех инстанциях в пользу государства. Но, скажем, всему этому предшествовала достаточно большая работа, направленная как раз на прокуратуру и предупреждение о правонарушении. Беседы, листовки, буклеты распространялись среди жителей прилегающих к парку населенных пунктов. Еще в 2012 году местные сельские советы, районная государственная администрация, Сокосковская земля, землепользователи, о которых нам было известно, что их земли входят в состав национального природного парка без изъятия из земли пользования, были письменно уведомлены о том, что нельзя вести хозяйственную деятельность и использовать природные ресурсы на территории национального природного парка без соответствующих разрешений. По этому вопросу, в общем, все. Но в одной из публикаций в интернете по поводу работы парка я, в общем-то, прочитал следующий вопрос, почему же все-таки столь юридически образованное руководство парка до сих пор не привело в порядок свою собственную земельную документацию. Я, в общем-то, с удовольствием отвечу на этот вопрос. Работу в этом направлении администрация парка начала сразу уже после того, как она начала функционировать, еще в 2012 году. Это была первостепенная задача, и она сейчас тоже является первостепенной задачей национального природного парка. У меня имеется столбка переписки с парка по этой проблеме Соболгосадминистрации, Госклубзема, Министерством экологии и природных ресурсов. Но, в конечном итоге, проблема уберлась в пуленепробиваемую чиновничью стену. Может быть, даже специальное затягивание этой процедуры. И, опять же, недостаток финансирования. Все эти изменения в законодательстве, все эти вещи, которые проводились на протяжении последних трех лет, они очень сильно отодвигали решение этой проблемы. Но я надеюсь, что те изменения в стране, которые произошли, в областном руководстве, те изменения, которые, в общем-то, произошли, они позволят решить эту задачу на цель. Национальный парк наконец получит разрешение от областной государственной администрации на разработку технической документации по земле. В связи с этим я уже подготовил соответствующее письмо на губернатора, в котором прошу его помочь посодействовать в решении данного вопроса. Третье. Почему директором должен быть именно я, а не другой человек? С учетом той ситуации, которая была здесь уже озвучена, я считаю, что с другим человеком на моем месте, браконьерам удастся договориться. Национальный парк Куричанский превратится в охот хозяйства. Это мое личное мнение. В этом охот хозяйстве будут безнаказанно убивать косуль, кабанов, сурков, других животных. А я планирую реализовать планы по расширению территории Национального природного парка до десяти тысяч гектаров. Все-таки мы хотим проводить в жизнь проект визит-центра под названием «Дом сурка», который мы, в общем-то, презентовали именно в Министерстве экологии и природных ресурсов, и здесь даже в департаменте экологии в свое время. Закончить, наконец-то, инвентаризацию флоры и фауны, пронаблюдать процесс восстановления степи на нарушенных распашкой участках. И категорически не хочу, чтобы в парк пришел хозяйственник, который превратит его в инструмент для обогащения. К примеру, в Канаде парки являются государственным символом, наряду с флагом гимна. Мне очень хочется, чтобы в нашей стране к ним было такое же отношение. – Можно поговорить? – Мы сейчас еще одного спикера. – Нет, я сразу поговорю, быстро. Можно, извините. Скажите, пожалуйста, кроме этого хозяйства, есть, я так понимаю, какие-то субъекты хозяйственные, которые используют эту землю? Есть такие, которые реально чем-то занимаются? Мешают они вам или не мешают? – Есть реальные субъекты хозяйственной деятельности, которые непосредственно храничат с территории парка. Некоторые, да, нам действительно мешают. Вешают в каком плане? Опять же, незаконная распашка земли. Уже третий год идет разбирательство с гражданкой Метельковой. Все наши письма в различные инстанции по этому поводу до сих пор еще не получили правового, как бы, статуса. До сих пор еще не вынесен этот вопрос в судебное будущее. Пока что только возбуждены уголовные дела, про которые нас информировала экоинспекция, милиция, в общем, и то. У нас очень мало информации, потому что мы пишем письма, и очень часто мы получаем на них ответы. Но наши запросы очень часто и на ответы. – Я быстро? – Да, быстро. – То есть, парк создан указом президента. Это законодательно подразумевает то, что земли, входящие в территорию этого парка, должны быть просто автоматически узаконены буквально как собственниками парка. Я имею в виду государство. То есть, это не подразумевает? – Не подразумевает. Национальный природный парк, он отличается тем от природных заповедников, что в его состав входят земли с изъятием из хозяйственного использования. А есть категория земли, которая входит в его состав без изъятия. То есть, она, эта категория, остается в собственности людей, пайщиков, может быть, в собственности каких-то фермерских хозяйств, может быть. Но обязательно существуют ограничения, которые прописаны в законодательстве. Что там можно делать, а что нельзя. Закон о природных заповедном фонде Украины, он, видите, ограничения все достаточно четко отрабатывает. – Спасибо большое. – Ну, мы слушали Максима Олеговича, более того, он мне сказал, спешу за него я, что если кому-то интересны любые документы, которые подтверждают то, что говорится на этой пресс-конференции, Национальный парк с большим удовольствием или покажет, или вышлет, как вам будет угодно. То есть, потому что на настоящий момент чиновники обла администрации говорят, что они их не видели, но мы говорим вам, журналистам, что любые документы вам доступны. Вот. Ну, Максим Олегович поднял вопрос о том, что много было дел, много было спорных моментов, в том числе и юридических, и они, тем не менее, остаются и не решаются. И я попытаюсь сейчас кратко объяснить, как они не решаются. То есть, это уже более интересно, потому что с этого момента, как по мне, начинаются уже коррупционные действия вокруг парка. Итак, Национальный природный парк, как уже было сказано, имел довольно, ну, охрана выявляла большое количество нарушений. Основные нарушения – это два типа, такие самые крупные, с которыми парк не может справиться сами, поскольку служба охраны не имеет последствий по этим делам. Это распашка земель, которая наносит большой ущерб в территории – это 197-я часть первой статьи Уголовного кодекса. И охота на территорию природонаповедного фонда – это 245-я статья Уголовного кодекса. Итак, все впервые с коррупцией, можно так сказать, или стыдбальности милиции парк столкнулся в 2013 году, когда охраной была выявлена распашка земли гражданкой Метельковой. Вот. Буквально были составлены все абсолютно документы. Более того, хочу сказать, что Максим Олегович всегда привлекает общественность к каким-то проблемам в парке. В общем-то, Капуис нас правильно делает. Были составлены документы, переданы в милицию, в экоинспекцию, в сверхозинспекцию. Милиция возбудила дело. Прошло буквально четыре месяца, и дело было закрыто за отсутствие состава преступлений. То есть, можно как бы себе представить, есть распаханное поле на территории национального парка, есть конкретный человек, известный милиции, который его раскопал, но отсутствие состава преступлений. Вот. К сожалению, Метелькова не прекратила распахивать эту территорию, и на следующую весну она вновь распахала этот же участок. Милиция, опять же, та же самая процедура. Парк передает материал в экоинспекцию, в сверхозинспекцию в милицию. Милиция открывает дело, проходит три месяца, и дело закрывается. Возможно, вот уже в этот момент начали закрадываться такие мнения, что, возможно, это потому что Метелькова депутат от партии региона всей Советы. Ну, все нужно. Вот. Но это тоже не конец. На следующий год опять происходит та же ситуация. В итоге мы обратились в прокуратуру с просьбой расследовать действия милиции по самому даже первому делу, насколько законно было закрыто это дело. Милиция вновь открыла первое дело уже по данью прокуратуры, и вот они его расследуют до сих пор. Вот. То есть, фактически, дело с распаханной землей по Метельковой расследуется уже два года милиции. Другой немаловажный, немало интересный момент. Уже в 2014 году охрана парка задержала представителей охотничьего хозяйства «Бирюк» на незаконной рубке. Вот. Задержали конкретно автомобиль конкретного человека с орудиями совершения преступления, с тревесиной. Вот. Вызвали милицию, потому что это тоже уголовное преступление. Вот. Милиция приехала, описала, задержала человека, и вот уже девять месяцев теперь не может довести дело до суда. Вот. Третье. Ну, то есть, понятное дело, что такой подход милиции дает нарушителям чувство собственной безнаказанности. Ну, мы все знаем теорию разбитых окон. Вот. И дальше уже начались более интересные дела, а именно, когда уже в 2015 году, ну, в январе этого года, начальник охраны Туэльчанского парка, непосредственно на территории парка задержали охотников, дыбурюк с косулей непосредственно и человека с оружием. А это уголовная статья. Туэльчанского парка вызвали милицию. Про карьеры просто, грубо говоря, побили начальника охраны, забрали косули, забрали стрелка и уехали. Вот. Милиция, естественно, приехав, если она не расследует конкретное дело, то тут никаких вопросов у нее не возникло. То есть дело так и не было возбуждено. Вот. И закончилось это тем, что, как по мне, так вообще подтверждает коррупционную заинтересованность милиции Туэльчанского района непосредственно незаконным задержанием директора и некоторых сотрудников парка, ну, рядом с территорией парка в ночное время. Дело происходило следующим образом. То есть, ну, директор, начальник службы охраны и некоторые сотрудники, которые занимаются исследованием биологического разнообразия, в том числе, естественно, и в ночное время животные живут всю жизнь. Совершали, можно сказать, рейд по территории. Их заблокировали две машины Держанного подприемства берега, ой, Держанного подприемства берега, мастерского господарства. Вот. С криками, что мы задержали пьяных браконьеров, вызвали милицию. Ну, казалось бы, приедет милиция и разберется. Однако милиция приехала и не разобралась. Приехал следователь, некий Сергей Воронов. Ну, это конкретное лицо, реально работающее в Куричанске, реально. Который просто откровенным текстом на объяснение Максима Олеговича и других сотрудников о том, что мы, ну, как бы, сотрудники парка, директор парка сказал, что что-то ты много разговариваешь, приедем в Купинское ГПЗ, там ты заговоришь по-другому. Вот. А почему в Куричанский район, как в Купинское ГПЗ? Ну, что там… Купинский отдел милиции. Ну, там… Купинский отдел милиции. Ну, там… Да их вообще не задерживали, они сами в час ночи приехали, приехали в Куричанский район, да какие-то пояснения. Вот. Ну, как бы, ситуация, естественно, должна была продолжаться. Мы, естественно, обратились и в парк, мы обратились в прокуратуру, обратились к министру, к замминистру, но наше Харьковское следующее управление дел почему-то не усматривает в этом, ну, в действиях вороны такого-то преступления. Я думаю, что в итоге, ну, я верю в нашего нынешнего министра внутренних дел и думаю, что он в итоге разберется и милиционеры принесут наказание. Итак, что я хочу этим всем сказать. То есть, проблемы существуют в национальном парке, да, существуют проблемы с нарушением, но все эти проблемы, все эти нарушения – это конкретно коррупционные действия милиции. Вот. Я не буду говорить сейчас там про земельные вопросы, про многочисленные обращения в обл. администрацию с техническими вопросами, с блокированием, но вот именно конкретно если бы работала милиция, то большинство этого драконьерства, этих распашек на территории парка просто бы не было. Парк, ну, охрана парка не может вести следственные действия, она не может стрелять в раконьеров, у них нет оружия. Только сейчас рассматриваются вопросы о том, чтобы выгодить это, пожалуйста. А по избиению охранника какое-то дело было возбуждено, и результаты есть от этого? Ладно, браконьерство они не рассматривают. Они не рассматривают это и другое. Заявления были, заявления, естественно, было, но, чтобы понять, как они работают, даже второго присутствующего охранника до сих пор не просили за три месяца. Сделал, пришли порванную курточку начальника службы государственной. Ну, я думаю, на эти действия ДПП люди просто сказали, что он сам ее где-то порвал. И они, в общем-то, на научно-техническом совете национальном парке озвучивали свою позицию по этому поводу. Нужно посмотреть в интернете, где они говорят, что этого ничего не было на самом деле. Вы все выдумали, вы все придумали. Вполне естественный вопрос. Зачем представители... А вот сейчас хотелось бы, как после... Ну, общественность вообще всегда поддерживает Максима Олеговича, почему мы сейчас инициировали сбор подписей и к нам обращаются люди со всей Украины. Такая ситуация на наше счастье и на счастье парка привлекла внимание патриотов, которых мы все очень уважаем. 15-го батареона держал добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». И вот хотелось бы передать слово его представителям, чтобы он рассказал, что является ситуацией. Добрый день. Мы давно уже мониторим ситуацию в районах области. И Куричанский район выживает у нас наибольшее количество опасений. Такое впечатление складывается, что там украинская власть не работает. Конкретный пример, который мы сейчас и слышали, о том, что указ президента Украины о создании национального парка на самом деле не действует. И какое-то охот хозяйство считает свои интересы намного весомее, чем интересы Украины. Вы все знаете, что мы воюем за то, чтобы сохранить Украину в ее географических границах. Но достояние Украины – это не только территория, а и леса, недра и все остальное. То, как сейчас, то отношение, с которым к этому относятся местные, я не могу назвать их властями. Власти просто везде. Власти просто закрывают глаза в угоду, скажем так… Я так называю. То есть люди, которые получили какую-то там в ближнем году какую-то власть, сейчас просто игнорируют интересы государства в воду, собственно. Слышали неоднократно, что предлагается элитная охота на территории национального парка. Сергей, вы можете предположить, кто стоит за этими предложениями на элитную охоту? Нет, вы знаете, что нам абсолютно все равно, кто стоит за этими предложениями. Нас интересен сам факт, чтобы этого больше не повторялось. Вопросов по Турчанскому району много. Там это приграничный район, и мы не только обращение директора национального парка из двух потеченений, а много еще есть жителей, просто обычных жителей этого района, которые беспокоятся о будущем Украине. Мы решили дислоцировать там свое подразделение. Чем будет заниматься подразделение в месте дислокации? Ну, прежде всего, я же говорю, приграничный район – это стратегически важный район для Харьковской области, но не только для Харьковской области. И плюс ко всему, хочу сказать другое. То есть мне больше не хотелось, чтобы и многим жителям того района не хотелось бы, чтобы ХНР начиналась именно там. Поэтому правой сектор ставит перед собой, прежде всего, пропагандистские задачи. Задачи по противодействию беспределу всякому. То есть если не работает власть, то должны быть люди, которые будут отстаивать интересы обычного жителей Украины. Ну, в данном случае милиция не отстаивает интересы. Я сейчас не хочу вмешиваться там, не хочу давать оценку действиям милиции. То есть когда люди с оружием приходят на территорию национального парка и позволяют себе физическое насилие над сотрудниками, я думаю, что это не может оставаться без ответа. Да, будет какая-то альтернатива и ответные действия. Наверное, это не только то, что где жили наши предки, а то, где будут жить наши потомки. Олег, дополнение? Ну, я хотел бы, в общем-то, дополнить только одним. Хотел бы резюмировать все, что мы сегодня говорили, а потом дать возможность задавать вопросы. Да, просто время. Да, я почему. То есть в чем самая основная проблема для меня моральная? Для меня моральная проблема в том, что после революции, которая произошла, за которой мы все переживали, вообще возникла такая ситуация, когда губернатор, который вот пришел новый, не разбиравшись ситуации, берет, ну, лоббирует интересы элитного охотхозяйства, которое было создано при старой власти. Для меня эта проблема реально сейчас существовать не может. Поэтому я очень надеюсь, что с вашей пользой, с вашей помощью мы разберемся в этой ситуации. Все. Теперь кому интересно, можете задавать вопросы. Давайте перейдем к вопросам. Дмитрий Александрович. Мы ради вопросов сюда и пришли. Дмитрий Александрович, Максим, у меня вопрос к вам. Вот это охотхозяйство берет. Владеете ли вы информацией на каких юридических основаниях оно существует рядом с национальным парком? Я прошу еще уточнить, правильно ли я сказал, что за этим охотхозяйством 30 000 гектар, а природный парк порядка 3 000 гектар. Так вот, меня интересует, юридические основания существования этого охотхозяйства и юридические основания того количества, обоснования того количества земли, которое им выделено в пользование. Владеете такой информацией? Мы обладаем только сканами титульных местов сыгранного проекта охот-устройства, картографическим материалом, который был приведен в выждом охот-устройстве, где приведены границы этого охотхозяйства и решением областной сессии о выделении этому охотхозяйству такого количества земли. Олег, вопрос к Вам. Можно ли каким-то образом, Вы специалист в этом вопросе, получить документацию, отчеты о деятельности этого охотхозяйства в выделенных им пределах земельных участков? Понять, что они делают, как они отчитываются, за какую работу? Естественно, такие отчеты законодательно получить можно, проблема в том, что все запросы от парка охотхозяйство просто игнорирует. Что подтверждается, опять же, документами. Вот земли, я так понимаю, 3 тысячи и там 30 тысяч, у Вас 3 тысячи, расширение парка идет в сторону охотхозяйства? Да, да, идет. В части или полностью? Нет, в части. А есть вообще необходимости при рядом находящемся таком парке, чтобы было вообще охотхозяйство в таком виде? Да нет, да нет такой необходимости. То есть можно вести речь о том, что парк может поглотить при действиях общественности и необходимости такого действия все охотхозяйство? Смотря на то, что охотхозяйство включается, кроме тех ценных природных комплексов, которые интересны для национального природного парка, также и сельскохозяйственного года. Например, пачная для парка будет неинтересна, потому что нам незачем охранять пашню. Зачем? Это уже нарушенный природный комплекс. А те природные комплексы, на которые идет расширение территории парка, они представляют определенную ценность. Потому что это, прежде всего, меловые комплексы, там места произрастания достаточно редких таких растений, как, например, волчьяхотик Софии, буквально по местам в Гарьковской области только известно. Значит, болотные угодья, которые также не нарушены. Река, например, Верхняя Двуречная, она не зарегулирована в своем среднем течении. И это та река, которая, скажем, была лет 200-200-400, может быть, тысячу лет назад. В таком же виде и осталось. Поэтому все охотхозяйство, парку поглощать, ну, как-то много. Какой части, условно, вообще неинтересно? Это урочище заливное, которое обходит на территорию парка, как раз на самый большой основе. Гектар? Гектар. 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 Г backs очень часто. Гектар. 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 Пожалуйста, вопрос. За последнее время сгорело очень много. Двергожарные машины, которыми располагает МЧС, они не могли направить их на территорию парка, потому что отрушили другую улицу. Можно отчитать количество сотрудников парка? 18 человек у вас на стадо расписано. Нет, сейчас, еще один вопрос, и у меня есть небольшое объявление. Все, все, все. Значит, у нас здесь есть представитель облгосадминистрации, который готов прокомментировать ситуацию. Я очень попрошу вас занять место. Да, давайте. Мы рады, что вы приняли наше предложение. Спасибо большое. Садитесь. Я вам очень попрошу представиться, потому что мы не анонсировали вас. Тим Чунхан Денисванович, директор департамента экологии Харьковской областной и государственной администрации. Но насчет приглашения, то оказалось, что мы сидели у вас в кабинете буквально час назад. Да. Я знал о вашей прес-конференции, но не приглашали. Ну, дело не в этом. Мы бы хотели конкретно получить комментарий по создавшей ситуации. Да, я сидел и слушал. Ну, если можно, скажу два слова, как я сделал такие выводы, что есть конфликт. Ну, по моему мнению, в любом конфликте, наверное, виноваты две стороны. И, наверное, все-таки, исходя из опыта, истина и правда находятся где-то посередине между конфликтующими. Наверное, она в любом случае не может быть на одной какой-либо стороне. Конечно же, я и всеми фибрами своей души и стал как человек, и как государственный чиновник, хочу, чтобы заповедные территории Хайперской области в Украине развивались, чтобы работали качественно администрации всех национальных партал, чтобы мы бережно относились к природе. Однозначно, если не подтвердятся те факты, указанные здесь на пресс-конференции, касательно незаконных отстрелов, браконьерства, я не то, что против них. Я мягко его не поддерживаю. Я просто считаю, что это вопиющие факты, которые нужно с ними бороться, и готов со своей стороны, и вам говорю об этом, делать все, что в моих силах, чтобы таких фактов больше не было. Если можно, два слова касательно руководителя национального фарта Восточного. Контракт просто истек, срок контракта просто истек 3 апреля, то есть никто не инициировал разрыв контракта, никто не инициировал, я имею в виду в данном случае областную администрацию, снятие директора. Контракт просто закончился. И в любом случае, при заключении нового контракта, министерство, прежде всего, это основной орган, который заключает этот контракт, и в любом случае, решение подписывать или не подписывать контракт с руководителем парта, парта, лежит в плоскости принятия решения министра. Как минимум, в областной администрации стало известно о наличии уголовного отдела в отношении служебных оси парта. И скажите, пожалуйста, какое вообще мнение могло быть администрации, чтобы инициировать продление? Простите, а какое уголовное дело? О чем смысл уголовного дела? Ну, я не проговорился. Простите, если вы, прокурор, и не знаете о чем, почему вы позволяете себе озвучить сам факт уголовного дела? Если вы это озвучиваете, смысл дела – это разбойное нападение сотрудников парка на кого-то, растрата денег, номер дела. Просто любое использование средств в размере миллиона восемьсот процентов. Номер дела, когда оно было возбуждено, оно большое напомнить, не могу вам рассказать. Тогда вы не имеете права. Не послужили эти факты. Я вам могу предоставить. Вы должны будете предоставить. Я вам предоставлю. После таких заявлений. Я вам предоставлю. А вопрос, на кого это дело? Ну, то есть вы говорите, что разрывается контракт с администрацией. А на какое это дело? Я не сказал, что контракт разрывается. Ну, что вы не поводживаете. Алик, давайте по порядку. Я прошу прощения. Я так понимаю, что мы не присутствуем с самого начала, когда в пресс-конференции. Директор Наспарка только что отчитывался по поводу того, что за два, за три года, то есть его руководство было получено 2 миллиона средств. Больше, да. Больше миллиона ушло на зарплату и 400 тысяч ушло на отчисление в возбуждение по этой зарплате. А вы говорите, вы упрекаете, потому что миллион 800 было заслужено, а не целевое. Можно ответить? Да, конечно. Я сейчас не обсуждаю причину возбуждения уголовного дела. Я говорю о факте его наличия. И в областной администрации есть информация просто о его наличии. Каким образом это уголовное дело связывается с Высочиным? Я так понимаю, что в нашей прокуратуре, наверное, сейчас... Это следствие должно разбираться, связано ли оно конкретно с Высочиным или с другими посадовыми особами. Если вы... Я же не знаю, кто там подписывал. Если вы не знаете, связано ли это дело лично с Высочиным, почему вы приводите это уголовное дело как какой-то аргумент для сомнений, может быть Высочин по директорам факта? Могу вам ответить. Даже если оно и в результате следствия, и следствие сделает свое заключение, ну, окончательное решение, в любом случае, суд, и будет сказано, что не Высочин, а другие посадовые особи, тогда в любом случае руководитель Высочин. Ну и что? Ну, то есть Вы считаете, такой человек достоин быть директором факта? А если я скажу, что вообще администрация... Можно извините? Извините, подождите. Вы сказали, что это дело в Министерстве. Не кажется ли Вам, что Вы глубоко заблуждаетесь, когда в Харькове есть областная администрация, которая является одновременно представителем и админа, и президента, Вы при этом говорите, что это дело, назначение следующего директора или продления контракта существующим, дело не только Министерства. Вы уверены, что Вы правы в этом вопросе? Или, наверное, Вы должны быть говорите о другом, что администрация областная должна, первое, требовать, наверное, или участвовать в назначении или продлении контракта, а общественность, наверное, будет требовать от областной администрации и инициировать конкурс на эту лакану. Конкурс на эту лакану, даже если будет процедура праведения конкурса, опять же, должно быть... Не будет, она должна быть. Давайте друг друга выслушивать, секунда, что... Не областная администрация, министерство. С кем Вы контракт отвечали? С министерством. Какая функция в данном случае в Калининском областной администрации? Юрий, я Вас попрошу не кричать, во-первых, и слушать друг друга. Давайте, у меня огромная просьба по делу, да, и вернемся к тому, насколько сейчас облгосадминистрация владеет информацией и разбирается в тех процессах, которые происходят вокруг парка Дворичанский. Для того, чтобы не делать никаких итогов и не подводить какие-то... Да, действительно, пока никаких итогов давайте не делать. Действительно, на следующий момент, огромное количество жалоб и стоя, и с другой стороны идет и на деятельность парка, и на деятельность охотхозяйства, Берюки, по-моему, называется. Я думаю, что нужно об этом вопросе разбираться и пресекать незаконенную деятельность, как же охотхозяйства, так и руководство администрации парка. Вот такое мнение. Любую незаконенную деятельность нужно пресекать. Вот такая мнение. То есть на данный момент идет разбирательство? Совершенно. То есть выводов вы еще пока никаких не сделали? Выводы будет давать правоушительного. То есть будет ли в облгосадминистрации создана какая-либо комиссия для того, чтобы полноценно разобраться вот с этими фактами? С привлечением правоохранителей, экспертов, общественности, да. То есть будут ли активисты задействованы в разбирательстве? Я думаю, в моей компетенции будет предложить губернатору, может быть, создать какую-то комиссию. Я не могу ответить за губернатора, приметренное решение создавать такую комиссию. Я предложу ему создать какую-то комиссию. Может быть, с привлечением отчестности. Не может быть, а обязательно с привлечением отчестности. Но в любом случае, считаю, в любой комиссии должны присутствовать обе стороны конфликта. Ну, раз здесь идет речь о каких-то нецелевых использованиях средств, то, естественно, какая-то КРУ, аудиты и так далее. Снова же, есть специалисты среди активистов и патриотов, которые могли бы объективно посмотреть на эти нарушения. Я поддерживаю эту ситуацию после привлечения. Господин Домичок, вы сказали, что предполагаете, что истинно посередине между двумя конфликтующими сторонами. Есть такая точка зрения, что насильник и изнасилованный в равной степени виноватый. Но вот в нынешней ситуации есть персонализированный конфликт, охотхозяйство, нарушение вреда охранного законодательства, со стороны которого хорошо зарегистрированного законодательства. И директора парка. Областная администрация отзывает согласование директора парка. Она делает шаг к тому, чтобы его убрать. Если из двух конфликтующих сторон одна снимается, не означает ли это вмешательство с конфликтом, с передачей победы второй стороной? Парк вмешала позиция директора Высочина? Вы, говоря о том, что есть члены посередине, снимаете этого директора, правильно? Подождите, о снятии директора речь не идет. Первоначально начали с того, что директора не снимают. Сейчас идет разбирательство. Я сразу понимаю, что было согласование, которое было потом по инициативе областной администрации отозвано. Согласование областной администрации не давало. Было согласование районной администрации, которое по инициативе областной администрации было отозвано. В каком виде была инициатива областной администрации? Я не знаю. По словам главы района, пришла фоксограмма, подписанная губернатором Пайковской области. Все вопросы... Можно? Я вот сейчас предлагаю. Я не знаю о инициативе областной администрации. Я знаю о мнении областной администрации, которое было высказано в адрес министра, касательно продления контракта с Востучевым. Это я знаю. Мнение. Пунктное мнение. Письменно. Письменно. Не прощеркновение. Не прощеркновение. Еще раз. Не прощеркновение. Но касательно инициативы или какой-то команды или фоксограммы на райадминистрации, я об этом не знаю. Я предлагаю... Говорят ли в момент конфликта снятие одной из его сторон фактически принятием решения о том, что вторая сторона права? Здесь нет никаких... Я так не считаю. И считаю, что правоохранительные органы должны разобраться с теми фактами нарушения законодательства со стороны подхозяйства. То есть вы же сказали свое мнение министерству, не принят во внимание факты следственных органов. Правильно? У вас есть предположение, вы высказываете его министерству для непродления контракта. У нас есть факты, и мы высказываем... А вы придерживались какой-то мнения этой группы печеней, когда вы не высказывали министерству? Дюра, вообще... Давайте подведем черту этому всему. Если ведется разбирательство, я предлагаю взять активистов, есть на руках факты, и вместе их рассмотреть и сделать выводы. Сейчас мы все вопросы закругляем и начинаем следующую пресс-конференцию. Представители экологической группы печеней, директора природного национального парка, представители угол госадминистрации, я попрошу просто обговорить эту проблему внутри, для того, чтобы потом прийти и сказать о результатах достигнутого компромисса. Я так понимаю, мы с вами следующая встреча на аварийском? Да, да, да. То есть мы ее проведем... Следующая встреча будет во вторник, мы ее, естественно, анонсируем на ТР, и, может быть, у кого-то входят какие-то еще вопросы, и вы можете... Это будет вне... Нет, это будет вне пресс-конференции. Это будет вне членовое заседание научно-технического совета банка, для того, чтобы показать работу в банке. Потому что областное руководство, оно не ознакомлено с работой. Ну вот вам начали сделать результат, если вы будете вне пресс-конференции. Поэтому предлагаю провести разбирательство. Мы уже договорились, будет письмо, письменное приглашение. Мы следим за довольством, послушаем. Спасибо. Спасибо большое.